Семь церквей Семь церквей из Откровения. Первая церковь, Эфесская церковь. Но прежде чем мы рассмотрим ее, я хотел бы дать вам несколько пониманий, пониманий этих церквей. Во-первых, послание к семи церквям, это послание к буквальным семи церквям, которые были в дни жизни Иоанна. И поэтому конкретным этим буквальным церквям были даны наставления. Но также эти церкви означают семь периодов времени, которые указывают на то, через что будет проходить церковь, через какие испытания или состояния церкви в каждом конкретном периоде. Начиная с Первоапостольской церкви и заканчивая Адвентийской церковью. Кроме этого, третье значение этих церквей, каждая церковь, она описывает состояние той или иной современной общины. И, может быть, в описании одной из этих церквей вы можете узнать состояние той церкви, которую вы посещаете. Самое лучшее описание дано филадельфийской церкви. И, по сути, именно в таком состоянии должна быть каждая адвентийская община. И четвертое значение этих церквей мы можем применить состояние церквей и вести, посланное к нему, каждому человеку в отдельности. Одна из этих церквей обычно описывает опыт каждого человека. И, может быть, послание к первым двум церквям очень интересно. Вернее, первые два применения очень интересны. То есть, послание к буквальным церквям и историческое применение. Но практическое значение имеют именно применение этих вестей к буквальным общинам и к конкретным людям. Итак, Ефесская церковь. Немного истории о ней. Книга «Жизнь Павла», страница 134. Ефесская церковь была не только самым величественным, но также самым испорченным городом в Азии. Поэтому неудивительно и то, что произошло с церковью в Ефессе. Всевозможные предрассудки и чувственные удовольствия брали верх над жителями города. Под тенью храмов, посвященных идолам, находили убежище всевозможные преступники. И там процветал самый откровенный порог. Это очень похоже на то состояние городов, которые сегодня присутствуют. Некоторые городы могут быть лучше, чем другие. И, конечно, в городах может быть ситуация лучше. Вернее, в селах ситуация лучше. Но всегда существует опасность того, что окружающая среда будет влиять на нас. Это одна из причин, почему Бог призвал Свой народ выехать из городов. Там, где это возможно сделать. Не забыть полностью о городах. Но для того, чтобы не жить в такой развращенной среде, как, например, было в Эфесе. На 140-й странице говорится, В течение трех лет Эфес был центром деятельности Павла. Здесь была организована процветающая церковь. И из этого города Евангелие распространилось по разным частям Азии. Как среди иудеев, так и среди язычников. Мы можем, конечно, сфокусироваться на этом городе, на его развращенном состоянии. И думать, что мало кто там примет Евангелие. Но это неправда. В Эфесе, мы читаем, многие приняли Евангелие. И там организовалась процветающая церковь. На 210-й странице говорится, Здесь говорится о вести, которую Павел в Иерусалим послал. Как Павел описал свою деятельность в Эфесе. В результате которой появилась большая церковь. В самом центре язычества. Никто не мог слышать эти вести, не проявляя интереса или будучи безучастным. Иисус воздвигает памятники. Там, где люди раньше служили сатане. И в каждом большом городе в современном мире Каждый большой город, вернее, это крепость сатаны. Но как счастливый Иисус Когда адвентисты седьмого дня Желают потрудиться в городах. Давайте теперь обратимся к книге Откровения, Вторая глава, первой и второй стихи. Ангелу Эфесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, Ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, И то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, А они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ангел церкви означает руководитель церкви. Конечно, ангелы также принимают участие. Но конкретно здесь весть посылается руководителю, человеку этой церкви. И в каждой из этих семи церквей Во второй главе есть связь с первой главой. Там говорится о том, что Иисус находится Среди семи золотых светильников. То есть, Он трудится для Своего народа. И сказано, что семь звезд в руке у Него. То есть, лидеры этих церквей в Его руке. И Он всегда находится в среде Своего народа. Потому что для Иисуса Самое важное, что есть на земле, это церковь. Когда Он видит, что она в хорошем состоянии, Он счастлив. Когда она в плачевном состоянии, Он также горюет. И Он стремится сделать все, чтобы привести ее в хорошее состояние. И поэтому Он говорит, знаю дела твои, То есть, знаю то, что ты хорошо потрудился. И я знаю, что терпение тебе надо было. И борьба твоя частично связана С теми людьми, которые развратные названы здесь. И были даже некоторые так называемые апостолы. Но когда вы проверили их, Вы увидели, что они не апостолы, а лжецы. Да, церковь Божья, она страдает от таких людей. И иногда бывает такое, что их не проверяют. Но в Эфесе церковь так поступала. И они обнаружили, что некоторые из этих так называемых апостолов лжецы. Они выставляли себя в хорошем свете, в то время, как они не были такие. Но давайте еще 3 и 4 стихи прочитаем. Ты много переносил, и имеешь терпение. И для имени Моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Некоторые здесь характеристики он упоминает второй раз. Много переносил. Имеешь терпение. Они много трудились. И не сдавались. Но, говорит он, Есть одна серьезная проблема у тебя. Ты потерял свою первую любовь. Наша первая любовь — это самое драгоценное, что у нас может быть. Возможно, говоря о первой любви, вы в воспоминаниях своих переноситесь к тому времени, когда только присоединились к Адвентийской Церкви. Библия стала такой интересной книгой. И казалось, не можешь начитаться ней. И если кто-то еще и помогал тебе в этом, То ты готов был изучать Библию столько, сколько вообще времени. И все новое, что узнаешь, настолько интересно. Если теперь это уже прошло, То тогда первая любовь потеряна. Если какой-то промежуток времени был в прошлом, Когда у вас были лучшие взаимоотношения с Иисусом, Чем те, которые вы имеете теперь, Значит, первая любовь прошла. И это то, что так опечалило Иисуса. Он указывает на это, потому что Он хочет, чтобы мы вернулись к тому состоянию. Я верю в то, что есть определенные опасности для нашей Адвентийской Церкви. Как это было и в Эфесской Церкви. Когда мы боремся за истину, Это может быть в утраке духовности. Иногда, борясь за истину, Мы можем утратить духовность. Мы увлекаемся спорами. Мы начинаем подозревать, что сестра или брат враг нам. И нам нужно отстаивать истину. И таким образом наша духовность исчезает. И я верю в то, что те четыре всадника из книги Откровения, Вторая лошадь, которая там представлена, Она представляет собой не борьбу с другими людьми неверующими. Но это борьба друг с другом. Борьба друг с другом по поводу Библии и трудов Эллен Уайт. Потому что всякий раз, когда мы включаемся в споры, в противостояние, мы потеряем духовность. Это не значит, что мы не можем собираться и вместе исследовать вопросы. Даже когда у нас различные мнения есть. Но необходимо это делать со смирением. С готовностью выслушать противоположную сторону. И быть готовым увидеть ту грань истины, которую, может быть, мы не видим. Еще одна проблема, которая была в Эфесе, Они столько много трудились, что утратили духовность. Столько много они работали. Я помню, уже много лет назад я был руководителем в одном месте, еще молодым человеком. И я старался запустить новое предприятие. И тяжело было заработать достаточно денег, чтобы все поддерживать в этом предприятии. И часто я работал допоздна, даже иногда и всю ночь. И это помогло нам заработать больше денег. Но я утратил духовность. И Господу пришлось открыть это мне. И один из способов, которым Он это сделал, была моя болезнь. И мне пришлось на какое-то время даже вообще оставить эту работу. И в это время Господь был так близок ко мне. И я осознал то, чего мне не хватало. Сатана знает, что он не может прийти к нам и сказать, да, ставь ты свою духовность. Мы скажем, нет, мы никогда этого не сделаем. И поэтому он пытается как-то обойти и сбоку или сзади зайти, чтобы мы утратили ее. И это то, что в общем произошло с церковью в Эфесе. Это не значит, что каждый член церкви был в таком состоянии. В журнале Домашний миссионер. Это тоже Дух Пророчества за 1 декабря 1894 года. Здесь говорится о том, что они потратили. Это журнал. Истинный свидетель представляет это как страшную потерю. Что это он представляет? Две вещи. Потеря опыта и характера, или созидания характера. То есть потеря личных отношений с Иисусом Христом. И помехой в этих отношениях. То есть были утрачены эти отношения, и характер не мог формироваться правильно. И это то, что является потерей первой любви. И мы остаемся детьми, вместо того, чтобы становиться взрослыми. Нас нужно кормить молоком, а не твердой пищей. И это состояние многих общин сегодня. Но у Иисуса есть ответ на это. В журнале Review and Herald за 24 февраля 1903 года мы читаем. Вернитесь к своему первоначальному опыту. Когда душа ваша была наполнена любовью ко Христу. Как только мы понимаем, что мы что-то потеряли. Нам нужно, подобно блудному сыну. Вернуться домой. И мы не должны останавливаться, пока мы не вернемся к первой любви. Кто-то задал вопрос, а может ли что-то лучше быть, чем первая любовь? Да, может быть лучше, чем первая любовь. Но, к сожалению, многие не поднимаются в своем дальнейшем опыте выше первой любви. В первые несколько недель, когда я знакомился со своей будущей женой, я, конечно же, полюбил ее. И с этого момента я старался быть в ее обществе столько, сколько это было возможно. К этому времени мы уже более 40 лет вместе. И я люблю ее больше, чем когда-то раньше. Это может быть и в жизни христианина. Первая любовь, она помогает двигаться в правильном направлении. Но любовь может иметь более глубокое выражение в будущем. В журнале Review and Herald за 11 марта 1902 года мы читаем. Когда любовь исчезает в церкви, то это является ясным свидетельством тому, что и служители, и народ утратили первую любовь. Ощущаете ли вы глубокую любовь со стороны ваших собратьев? Любите ли вы глубоко других членов церкви в вашей общине? Если нет, то первая любовь потеряна. А это является источником многих проблем церкви. Из-за того, что мы не любим друг друга достаточно. И нам очень легко разделяться на основании наших чувств. Бог хочет, чтобы это изменилось. Review and Herald of June 7, 1887. Speaking to the church of Ephesus. Здесь говорится также о эфесской церкви. Thine is a decay. Ты в упадке. A declension and holy zeal. Исчезает святое рвение. Not forsaken is the object of it. Но причина... In other words, we don't forsake following Jesus. We don't forsake following Jesus. Не то, чтобы мы отступили от Иисуса. But lost is the fervor. Но утратили рвение. Когда ученики начали проповедовать об Иисусе. We're told that they had a quivering lip. У них... What's that? Their lips were quivering from maybe starting to cry. Они такое эмоциональное состояние переживали, что у них аж голос дрожал. Because Jesus was so precious to them. Потому что Иисус так дорог был им. Но здесь говорится, что мы не перестали говорить об Иисусе. Но нет уже того рвения. Нет чувства глубокой любви. И мы таким образом утратили первую любовь. Первые чувства человека, обращенного ко Христу, глубокие, полные, горячие. Когда Эллен Уайт писала книгу «Желание веков», Она говорила, что слезы падают на странице, когда я пишу. История жизни Христа была настолько дорога ей. И то, через что Он проходил, так глубоко трогала ее. Что она плакала, когда писала эту книгу. Это не нужно, что эта любовь должна утихать. По мере увеличения познаний. Так как все больше и больше света приходит к человеку. Любовь должна быть более горячей. Когда он больше или ближе знакомится с Господом. Если бы никто не потерял первую любовь. То Иисус становился бы для людей все дороже и дороже. И когда мы проповедуем о Христе другим людям. Они бы видели, что познание Христа действительно глубоко изменило нас. И Бог желает, чтобы любовь усиливалась. По этой причине мы должны быть как дети. Когда мы рассказываем хорошую историю взрослым. Они обычно говорят, ну я уже это слышал. Но когда мы рассказываем детям. Они просят еще раз. Расскажи дедушку еще раз. Потому что детям нравятся истории хорошие. И когда мы переживаем первую любовь. Мы будем чувствовать то же самое. Есть псалом у нас один, который говорит. Рассказывайте снова и снова. Здесь следующая цитата из журнала Review and Herald. Но точная ссылка у меня не поместилась в этом слайде. Я в перерыве найду ее. Как сильно Божий народ в это время. Или как много современный народ должен размышлять о величии небес. И внимательно исследовать историю свою. То есть мы должны внимательно изучать весь ход развития Церкви нашей. Взирая на то, какой опыт мы имели в прошлом. Чего же мы должны искать там. И мы должны увидеть и понять, где был сделан первый шаг в неправильном направлении. С чего началась потеря первой любви? Какой-то идол, которого мы не хотели оставить? Может быть, мы слишком увлеклись трудом для Господа? Может быть, это было во взаимоотношениях с кем-то? Но мы должны обязательно проанализировать все и понять, где был сделан первый шаг. Потому что если мы это поймем, то это поможет нам вернуться на правильный путь. Далее мы читаем пятый и шестой стихи во второй главе книги Откровения. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Обратите внимание на этот язык, на эти слова. Если у нас нет первой любви, или потому, что у нас никогда ее и не было, или потому, что мы ее утратили, то это падение. Это серьезное падение. И единственное, как можно избавиться от него, это покаяться. Покаяние приходит от Иисуса. Именно Он дает нам искреннее сожаление о грехе. Но это был грех, утратить первую любовь. И поэтому необходимо покаяние. Мы должны сказать, Господи, я так сожалею. Ты дал мне такой драгоценный дар. А я не ценил его так, как должно. И я позволил исчезнуть любви. Пожалуйста, прости меня. Верни мне ее. В этот раз я буду хранить ее. Он упоминает здесь также некоторую группу людей, которому эфисане не прислушались. Они названы Николаитами. И нам нужно выяснить, почему Иисус ненавидит Николаитов. Это не их, это действия Николаитов. Вернее, будет сказать, не их Он ненавидит, а дела их ненавидит. Потому что Иисус не ненавидит никого. Но эта доктрина, это учение Николаитское настолько разрушительна для церкви, что дела Николаитов он ненавидит. Из журнала «Библейское эхо» за 8 февраля 1897 года. Сегодня широко распространено учение, что Евангелие Христа отменило Божий закон. И что если мы верующие, то нам не нужно уже подчиняться Его Слову. Но это учение Николаитов, которое Христос откровенно осудил. Часто мы слышим это от других церквей. И мы, конечно, не должны их осуждать. Так научили людей. Но мы должны помогать людям понять, что это неправда. Потому что это очень разрушительно действует на наши отношения со Христом. Также в этом журнале «Библейское эхо» за 8 февраля 1897 года объясняется чуть больше. Те, кто сегодня преподают это учение, очень много говорят о вере и о праведности Христа. Но они извращают истину и тогда она начинает служить заблуждению. Вот где учение Николаитов настолько коварно. Дело в том, что они постоянно говорят об Иисусе. И мы можем расслабиться и подумать, вот хорошо говорят. Но они не понимают важности закона и послушания в жизни христианина. Они заявляют, что мы должны только верить в Иисуса Христа и веры достаточно. Что праведность Христа будет засчитана грешникам. И что эта вменяемая праведность исполняет закон вместо нас. Ну, если на этом остановиться, ну, еще не так плохо сказано. Но они добавляют и говорят, поэтому мы не имеем никаких обязанностей по отношению к закону Божьему. То есть, мы нет нужды повиноваться его закону. Я понимаю, что оправдание и освящение можно сказать, что это двойная работа одной благодати. И оправдание и освящение необходимы. Недостаточно одного или другого для того, чтобы наследовать вечную жизнь. Некоторые люди считают, что разбойник на кресте только был оправдан, и все. Но это неправда. Он сразу же начал трудиться для Христа. И он сразу же сказал своему товарищу, что тот не должен как-то бесславить Иисуса. Но те, кто проповедуют так, как вот мы только что прочитали, даже если и они являются адвентистами седьмого дня, Однажды даже в моей церкви в Вайлдвуде одну проповедь я слышал Человек, проповедовала у которого мать в Вайлдвуде. Она, конечно, была большим благословением для нас. И так как ее сын был пастором, то мы предоставили ему возможность проповедовать. Но, по сути, вот это он и проповедовал. Что освящение не является частью оправдания по вере. Но то, что меня шокировало больше всего, я в ходе всей его проповеди понял, что он сошел с правильной дороги. Это было видно, но в конце проповеди кто-то, кого я очень уважал, сказал, это самая лучшая проповедь, которую я слышал. В тот момент у меня не хватило смелости сказать, что это неправильно было. Но, конечно, меня это очень удивило. Но это пример того, как люди падки на ложное учение. Приведу еще современный пример этого. Некоторые характерные черты этого учения. Люди говорят, первое, что закон был пригвожден ко кресту. Если бы закон можно было пригвоздить ко кресту, то Иисусу не нужно было умирать бы. Второе заблуждение. Нам нужно соблюдать девять заповедей. Я по радио услышал одну такую передачу. И это учение свойственно консервативным протестантам сегодня. Консервативные протестанты не верят, что все заповеди пригвождены ко кресту. И они верят, что девять заповедей нужно все еще соблюдать. Но Библия говорит, что если одну нарушаешь, то все нарушаешь. Поэтому мы верим, что десять заповедей все еще действенны. Ну, этих первых два примера редко, может быть, может и вообще невозможно встретить в адвентийской церкви. Но следующие два заблуждения я слышал в нашей церкви. Это третье. Мы не можем соблюсти закон. И основывается это поверье на том, что многие люди прожили долгую жизнь. И они не перестали грешить. И поэтому заключение из этого, вывод какой, что это невозможно. Вместо того, чтобы понять, что мы еще не воспользовались всей силой, доступной нам. И четвертое заблуждение. Нам не нужно соблюдать закон, потому что Иисус его соблюл за нас. Любой из вот таких учений является учением Николаитов. И Иисус, сказано, ненавидит это учение. Потому что оно не дает нам стать послушными детьми Божьими. И вкусить силу Божью, доступную для нас. Давайте теперь мы сделаем перерыв. И после перерыва продолжим уже следующую церковь изучать.